Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем приветствуем! Я компания RDM IMPORT и вы смотрите первые видео о вторых рынках. Кстати, если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться на канале масса полезного и интересного о выборе и приобретении поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют наши автомобили в наличии либо вакансии, или просто интересная информация про компанию, все это вы можете узнать, перейдя по ссылочкам в описании. В последнее время в наших обзорах, если мы говорим про машины марки Toyota, мы ведем речь про праворульные варианты для внутреннего японского рынка. Тем интереснее будет сегодня посмотреть, что представляет собой 11-е поколение культовой модели Toyota Corolla в кузове E180. Встречайте! 11-е поколение Toyota Corolla в кузове E180 появилось в 2012 году. И на конвейере эта модель продержалась целых 7 лет, до 2019-го. При этом машину внешне освежили в 2016 году. На российском рынке эта Corolla продавалась с одним из трех вариантов бензиновых моторов. Младший в линейке двигатель объемом 1,3 литра на 99 лошадиных сил оснащался только механической коробкой передач. И такие машины были в единственно возможной базовой комплектации. Второй по объему это 1,6 на 122 лошадиные силы, который сочетался либо с механикой, либо с вариатором. И имел большое количество вариантов комплектации. Ну а максимально возможный двигатель имел объем 1,8 и мощность 140 лошадиных сил. А сочетался он только с вариаторной КПП. Привод у всех российских Corolla был только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска с мотором 1,6 и вариаторной коробкой передач. 11-е поколение Corolla уже нельзя назвать сверхкомпактным автомобилем. Длина кузова этого автомобиля 4,62 м, ширина 1,77 м, а высота 1,46 м. Колесная база седана 2,70 м, снаряженная масса 1260 кг, а максимально разрешенная полная 1760. Что касается толщины красочного покрытия, то у 11-й Corolla кузов окрашен стандартным слоем для большинства современных автомобилей марки Toyota. Для заводской краски разброс показаний толщиномера у этой машины будет лежать в диапазоне от 80 до где-то 100-110 микрон. Объем внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника. Хоть это и седан, но вполне реальный претендент на роль единственной машины в семье. А следовательно, определенные хозяйственные функции на него, конечно, будут возлагаться. Каталожный объем багажника 452 литра, что, кстати, больше, чем у кроссовера Mitsubishi ASX. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Проем багажника здесь довольно широкий для седана 105 см. Высота багажного отделения от фальшпола до полки 54. Багажник глубокий, полезная длина по полу здесь порядка 106 см. А ширина в его узкой части между колесными арками 98. Если вам нужно увести какой-то более габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Конечно, ровного пола вы не получите, зато увеличится погрузочная длина. И вы сможете увести здесь нечто длиной до 190 см. А это очень и очень даже немало. Что касается каких-то дополнительных фишек по багажнику, по большому счету, здесь их и нет. Крючок для пакетов с правой стороны. Домкрат у нас прячется под пластиковой фальшпанелью. Ну, а под фальшполом скрывается полноразмерное запасное колесо. Что касается салона 11 Corolla, попадая сюда, отмечаешь полностью изменившуюся архитектуру и концепцию с точки зрения дизайна. От предшественника здесь не осталось ровным счетом ничего. При этом надо отметить удобные сидения, у которых имеется выраженная боковая поддержка на спинке и на подушке сидения в том числе. Диапазон регулировок здесь достаточно широкий. Если я отодвинусь до упора назад и опущу сидение вниз, то при моем росте 1,86 м у меня получится полностью вытянуть левую ногу. При этом она будет выпрямлена в колени, а натянутый носок едва коснется пола салона. Так что для рослых пассажиров запас регулировки кресла здесь достаточен. Рулевая колонка здесь тоже имеет регулировку механическую и в двух плоскостях. На себя и в том числе по наклону. Правда сам диапазон этой регулировки здесь мог бы быть и побольше. Подобная же проблема встречается и на праворульных моделях типа Toyota Fielder. Так что удобную посадку придется подбирать все же регулируя кресло. Что касается подлокотников. В моем случае использоваться по назначению будет только подлокотник крышка центрального бокса. Поскольку на дверной карте подлокотник достаточно короткий и мой локоть при моей регулировке кресла оказывается не на нем, а скорее напротив средней стойки. Так что воспользоваться им у меня не получится. Зато на дверных картах присутствуют очень удобные и хваткие ручки. В этом плане не докопаться. Блок управления стеклоподъемниками. Здесь абсолютно стандартная функция авто только у водительского стекла. Регулировка боковых зеркал слева от рулевого колеса. Здесь же корректор фар. На руле в нашем случае управление мультимедийной системой и бортовым компьютером. Комбинация приборов тоже полностью новая. Центральная позиция отведена большому спидометру с очень крупной оцифровкой. Приборы хорошо читаются, но вопросы есть по подсветке. Она здесь синяя или даже вернее серо-голубая. И на мой взгляд выглядит несколько непривычно. Кстати, стрелочного указателя температуры двигателя на приборке больше нет. Теперь его функции выполняет только контрольная лампа, сигнализирующая о перегреве. Центральную позицию на передней панели у нас занимает магнитола. В данном случае это уже, конечно, не штатное устройство. Кнопка аварийки слева и панелька с индикацией режима работы подушки пассажира с правой стороны. Часы переехали наверх, справа от дефлекторов вентиляции. Здесь в нашем случае располагается панель управления печкой и кондиционером. Это не климат-контроль, поскольку комплектация в данном случае простая. Но управление реализовано удобно при помощи поворотных рукояток. На короллах в предыдущем кузове с подобной простой климатической установкой часто встречались проблемы с летающими тросами, после чего у вас, например, не работало либо распределение воздуха по направлениям обдува, либо могла не работать регулировка температуры. Все это приходилось разбирать и возвращать трос на законное посадочное место. Селектор коробки передач в виде змейки стандартный. Есть клавиша разблокировки селектора при выключенном зажигании, что удобно. И отдельно вынесена кнопка включения спортивного режима работы коробки. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения в 11-й королле у нас присутствует маленький кармашек, за которым скрываются также кнопки управления подогревом сидений, которые могут работать в двух положениях, сильный либо слабый нагрев. Здесь 12-ти вольтовая розетка, два подстаканника в центральной консоли и центральный бокс. По размеру он средний, но достаточно глубокий. Мелочевки войдет много. Основной бардачок у этой королы довольно-таки вместительный. Сюда войдут не только документы формата А4, но и что-то более крупное тоже можно погрузить. И наверху перед плафоном освещения есть футляр для очков. А внизу дверных карт присутствуют карманы, передняя часть которых оформована под бутылку с напитком. В плане обзорности по этой короле впечатление смешанное. Но лобовое стекло узкое, капот полностью слепой, никакой из его габаритов вы не увидите при любой регулировке кресла. А передняя панель слегка скрадывает пространство впереди. Линия панели высоковата. А вот боковые зеркала могли бы быть и побольше по площади. Плюс они заужены к краю и пользоваться ими не слишком удобно. Вполне может потребоваться некоторая привычка. Но с обзорностью назад здорово выручила бы камера заднего вида. Или хотя бы парктроники. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у пассажиров заднего ряда. Что касается заднего сидения 11-й королы, здесь неожиданно много места. Его хватает как над головой, так и для коленей. Причем в данном случае я сижу сам за собой. А мой рост, напоминаю, 1,86 м. Я при этом едва-едва касаюсь коленями спинки сидения. Само заднее сидение плоское. Здесь разместится 3 человека. Правда, в данной комплектации нет никакого подлокотника посредине. Но при этом сам задний диван достаточно мягкий и комфортный. На полу нет никакого тоннеля. Пол здесь полностью плоский. Есть очень маленькая полочка в центральном боксе. И по сути дела все. Небольшие кармашки внизу дверей. Плюс подстаканники. Либо место под бутылочку. Из дополнительных удобств для задних пассажиров здесь нет ничего. Но в принципе ничего и не ожидалось. Все же речь идет про бюджетный компактный седан. Однако на вопрос, можно ли отправляться в путешествие на заднем сидении 11-й Короллы, можно ответить утвердительно. Самый распространенный двигатель под капотом такой Короллы – это 1,6-литровый 1ZR FE. Двигатель выдает 122 лошадиные силы и 150 ньютонометров крутящего момента. Он не наделяет этот автомобиль какой-то сверхдинамикой, зато экономичен и, что немаловажно, надежен. По конструктиву это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами. Здесь два верхних распредвалов, а за вращатели присутствуют и на впуске, и на выпуске. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и цепной привод газораспределительного механизма. Также на данном двигателе применяется впускной коллектор с изменяемой длиной впуска. Но в отличие от моторов 1.8 здесь нет системы Valvematic, а она как раз таки служит одним из источников головной боли на моторах с большим пробегом. В этом плане версия с 1.6 гораздо более благоприятная, чем 1.8. По сути дела проблем у этих моторов не так уж и много, и не сказать, что они критичные. Хотя на моторах первых лет выпуска, конечно, встречался расход масла на угар, но это в основном относится к моторам до 2012 года, которые стояли под капотом еще предыдущего поколения Короллы. Ресурс цепи ГРМ здесь неплохой. Как правило, на замену они приезжают уже на пробегах за 200 тысяч километров. И к этому времени большая часть владельцев подобных машин успевает поменять разве что помпу. Ну, возможно, где-то могут появиться масляные течи в основном по прокладке клапанной крышки, либо может подтекать натяжитель цепи. Обыденным делом является и запотевание лобовины двигателя, то есть крышки, закрывающей цепи ГРМ. Но, как правило, если это еще не перешло в полноценную течь, можно не обращать особого внимания. Многие, кстати, так и ездят. Причем очень продолжительный период времени. Масло в этот двигатель заливается 4,7 литра. Вязкость 5W20 или 5W30. Интервал замены желательно подсократить тысяч до восьми. Ну, а практический ресурс этого мотора лежит где-то далеко за отметкой в 300 тысяч километров пробега. На этом поколении Короллы больше не использовались автоматические коробки передач. Здесь стоял вариатор серии К311 на автомобилях до 2015 года и более современный К313 на автомобилях после 2015 года. В целом, по надежности вариаторов на Королле нельзя сказать ничего плохого. Коробки эти весьма ресурсные и ездят далеко за 250 тысяч. Самый главный момент – это все же иногда менять масло. Желательно делать это где-то раз в 45 тысяч. Разумеется, не следует путать Короллу с дрекстером. В меру быстрый и плавный стиль вождения – залог долгой службы вашей коробки передач. Перед тем, как посмотреть на Короллу 11-го поколения снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для этой модели 150 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли эта цифра действительности. И в данном случае нет. Причем, в лучшую сторону, самая низкая точка у этого автомобиля находится под защитой моторного отсека. И до нее от асфальта 16 сантиметров. Край переднего бампера находится на отметке 20 сантиметров от земли. А брызговичок по передним бамперам, конечно, ниже, в районе 13 с половиной. Расстояние до порога за передним колесом 17 сантиметров. И, кстати говоря, упор для домкрата у этого автомобиля находится совсем не здесь. А вот такой внешний вид, довольно частое явление на Тойотах, попадается это и на RAV4, и даже на Lexus RX второго поколения. Так что при работе под катным домкратом будьте внимательны, во что вы его упираете. Задняя часть порога находится на расстоянии 19 сантиметров от асфальта. А до нижнего края заднего бампера 29 сантиметров. Причем, ниже этой отметки сзади особо ничего не свисает. Поэтому, несмотря на длинный задний свес, парковаться задним ходом к высоким препятствиям вы можете без опаски. Что касается ходовой части. По своему конструктиву, передняя подвеска 180-го кузова Короллы представляет собой классическим Макферсон. Причем, в отличие, например, от подвески Короллы Филдер для японского рынка, где шаровые опоры нижних рычагов запрессованы, у этой Короллы шаровые по-прежнему на болтовом соединении. То есть, поменять ее можно отдельно и при этом не снимая весь рычаг, что удобно. Передний стабилизатор здесь крепится на подрамнике, но крепление его снизу и получить доступ для замены втулок здесь получится без демонтажа всего подрамника в сборе. Рулевая рейка здесь электрическая и, кстати, она не относится к особо хлипким узлам этого кузова. Ресурс вполне приличный. Даже к большим пробегам чаще всего бывает достаточно поменять люфтящую втулку. Что касается антикоррозийной обработки под нищу, то здесь, опять же, контраст с моделями для японского рынка. У этой Короллы гораздо больше антикоррозийной защиты, которая нанесена на заводе, чем на автомобилях, что называется, GDM. Здесь антикором закрыта большая часть площади кузова снизу. Ну и, конечно, присутствует герметик на соединительных швах. Куда же без этого? В задней части автомобиля мы видим топливный бак, его объем 55 литров, и он пластиковый, гнить не будет. Сама горловина бака здесь резина металлическая, поэтому проблема с коррозией горловины, которая была характерна для еще 120-х Королл, здесь тоже вполне себе может иметь место. Так что при осмотре возрастного экземпляра с большим пробегом, на всякий случай, лучше удостовериться, что коррозия не тронула этот компонент. Задняя подвеска у 180-го кузова, это по-прежнему самая обычная простая балка. Два сайлин-блока и втулки на амортизаторах, вот исчерпывающий перечень резинок сзади. Кстати, амортизаторы и пружины разнесены отдельно друг от друга, что упрощает их замену. И еще один момент, задние тормоза у Короллы все же дисковые, несмотря на простую комплектацию. Что касается антикоррозийной защиты, то в задней части автомобиля мы также видим ее присутствие. Ну и вообще, с учетом возраста автомобиля в 10 лет, в плане коррозии, эта машина смотрится хорошо. Такой мы увидели сегодня Toyota Corolla 11-го поколения в кузове E180. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы проехали уже не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и в чем дополнить, пропишите все это в комментарии. Людям, которые ищут подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Если обзор вам понравился, оказался в чем-то полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы отснимем их по мере того, как они будут оказываться в наших руках. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok